Масленица Древние считали, что блин – символ солнца, потому что блин, как и солнце, желтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. Суть праздника Масленицы в христианском понимании состоит в благотворительности, прощении обидчиков, восстановлении добрых отношений с окружающими людьми, душевное и дружеское общение с близкими и родными. У каждого из дней Масленицы есть свое название и предназначение. Понедельник имеет название «Встреча». В понедельник завершалось строительство снежных городов, качелей и балаганов для массового праздника. В этот день и саломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали чучело на шерсть и с пением возили его на санях по деревне. Затем чучело устанавливали на снежной горе и катались с горы на санях. С понедельника начинали печь блины, а опару для блинов хозяюшки готовили с особыми обрядами ночью и снега, когда появлялись звезды и золотой месяц. Молодая пара, встречающая Масленицу первый раз, приглашала к себе тещу и тестья. Те приходили учить молодую хозяюшку печь блины. Вторник имеет название «Заигрыш». Во вторник начинались народные гуляния и представления. На улицах появлялись группы ряженых, компаниями катались на санях, забреженных лошадьми, и на санках с обледенелых гор. Парни и девушки в этот день знакомились, ходили друг к другу в гости на блины. Родители такое общение активно поощряли, ведь молодых принято сватать на Масленичной неделе. Своего случая удачи игралась на Красную горку. Среда носит название «Лакомка». В среду каждая семья накрывала столы с вкусной едой и блинами. На улице повсюду оставлялись торговые палатки, в которых продавались коленые орехи, медовые пряники, горячий напиток из воды, меда и пряностей, так называемый «збитель». На «Лакомку» тещи приглашали зятьев на блины и заодно созывали всех родных. Считалось, что на «Лакомку» нужно есть столько, сколько душе угодно. Четверг назывался «Разгул» или «Широкий четверг». В четверг проходили игры, веселье и жаркие масленичные кулачи-бои, ведущие свое начало из Древней Руси, которые проходили по строгим правилам. Например, нельзя бить лежачего, вдвоем нападать на одного, нельзя бить ниже пояса и нельзя бить по затылку. Биться можно стенка на стенку или один на один. А еще в четверг календовали, жгли ритуальные костры и прыгали через них. Пятницу называют тещинами вечерками. В этот день мужчина встречает маму своей супруги. Ее полагается официально пригласить. Теща приходит в его дом с подругами, за столом, песни, веселья, добрые советы по поводу семейной жизни. В субботу на заловке на посиделке женщина должна звать в гости родственников мужа и угощать блинами. В воскресенье – прощенный день, в который близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные им обиды и неприятности. Таким образом, люди освобождались от старых обид, накопленных за прошедший год, и встречали Новый год с чистым сердцем и легкой душой. В воскресенье организовывали проводы масленицы. Чучело масленицы внесли через всю деревню, а затем его топили в проруби, сжигали или просто разрывали на части. Оставшийся пепел и солому раскидывали по полю на богатый урожай. Вечером поминали усопших. Масленичные приметы. Считалось, что если стол накрыть скудный, год будет бедным. Готовить главные угощения недели принято в хорошем настроении и с пожеланием добра всем, кто будет кушать ваши блины. А еще, потому насколько удачно они получились, можно было гадать. Если блинчики выходили ровные да красивые, год будет удачный. Плохо получившееся лакомство сулило трудные времена. Если перед масленицей погода не радовала теплом, то ожидался хороший урожай. Приятная теплая погода, наоборот, сулила неурожайный год. Когда и где в этом году встречать масленицу не имеет значения, лишь бы с чистым сердцем и с улыбкой. Хороших вам праздников и доброго разгулья. А еще, просите прощения и прощайте друг друга. Да храни вас Господь!